Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вашему вниманию предлагается видеорепортаж об одном дне строительства экотехнопарка SkyWay. Наступившая в Беларуси оттепель предоставила строителям благоприятные условия для реализации очередного этапа работ. 27 января на территории экотехнопарка проводилась заливка бетона в опалубку плиты перекрытия первого уровня транспортно-логистического узла, совмещенного с концевой анкерной опорой. Работа началась рано утром и продолжалась до самого вечера, пока не был выработан груз последнего автобетоносмесителя. Всего за смену было израсходно порядка 90 кубометров бетонной смеси. Вначале была произведена очистка опалубки и арматурных каркасов от снега и наледи. Данная технологическая процедура имеет важное значение в процессе строительства и должна быть осуществлена со всей тщательностью. Именно от этого зависит надежность сцепления арматуры с бетоном, что в свою очередь обеспечивает расчетную прочность всей конструкции. После завершения подготовительного этапа строительная бригада приступила к заливке бетона. С учетом климатических условий для строительства экотехнопарка используется специальный высокопрочный материал с противоморозными добавками. Их применение позволяет бетону достигнуть необходимого уровня прочности в случае заморозков, не требует дополнительного обогрева места проведения работ и значительно снижает трудоемкость процесса в данных условиях. В ходе заливки бетон равномерно распределяется по всей площади опалубки, равняется и в соответствии с нормативами уплотняется при помощи специального вибратора. Необходимое для заливки всей площади перекрытие количество бетона точно рассчитано. Арматура сантиметра за сантиметром скрывалась под ровным слоем густого материала, в итоге давая ровную гладкую поверхность. Таким образом, вплотную приблизился к завершению процесса возведения несущей основы первого уровня транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с концевой анкерной опорой. Если существующие погодные условия сохранятся, то разопалубливание можно будет производить уже через неделю. Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.systems.com, присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда для вас постоянно будет открываться что-то новое. Вот я, например, для себя открыл новое слово при подготовке данного видеосюжета разопалубливание. Строй SkyWay, спасай планету!